Сейчас пытаются навязать в России, что в каждом доме поставили фильтр Петрика, такого есть понятия. А этот фильтр, исследования показали, что после прохождения фильтра вода мертвая. То есть, она убивает человека, понимаете? То есть, люди будут пить очищенных вод, там примесей вроде нет, особых таких, но вода мертвая полностью. То есть, питье вот такой воды при этом сначала будет быстро погасать. То есть, это разрушение иммуносистемы, то есть, вода в организме не принимается. Чем отличается живая вода от мертвой? Ну, условно говоря, живая вода, в смысле, не воскрешающая мертвая, понимаете, а нормальная вода. Тем, что она входит в состав тела, и она гармонична с водой внутренней наших клеток. А вы скажете, как же вода есть вода? О, извините, вода есть в воде разница большая. Не говоря о том, что это только недавно стали понимать, чем я говорил, больше 20 лет назад. Что даже та же самая химическая формула, это не значит, что все одинаково. Почему те же самые витамины, допустим, которые мы получаем из продуктов питания, то есть, овощей и фруктов, и витамины в таблетках. Вы знаете, что 90% витамины в таблетках, которые принимаются, уходят, так сказать, ну, понимаете, куда уходят. То есть, они не воспринимаются. А то, что усваивается, перерабатывается организм, развивается, потом создаётся заново. То есть, лишний труд. Почему? А знаете, в чём разница? То, что те же самые атомы стоят в том же соединении, но углы между атомами в молекулах различные. Какая-то мелочь, да? Углы. Пространство, которое молекулы. И всё. И живая молекула прощается в мёртвую. Продолжение следует.